всем привет наши дорогие мы тут наводим дальше продолжаем наводить в порядок вам желаем отличного настроения всего самого наилучшего мы вас любим обнимаем смотрите какой у нас сегодня будет день и чем мы будем заниматься пришла я на огород посмотреть чем девочки занимаются они траву тут убирают участочек у нас так до сих пор никто ничего не скосил потому что то дожди то еще что-нибудь и так у нас трава стоит не скошена всем привет юречка машет оречка каролиночка у нас спит светуля у нас дома приглядывать чтобы она не проснулась потому что все на улице чтоб каролина не напугалась когда проснется щипет оля гриб я загорела грит показывает на это место мы будем делать лунки с кабачками садить тут будем у нас ранние кабачки я только сегодня говорила о том что все никак мы не можем скосить траву на участке и уже за так за града его привыкла это говорить в общем на нашем участке с лицевой стороны и задней стороны трава что высокая стоит но сегодня к нам приехали вот транспорт стоит за мной за моей спиной и уже на заднем дворе участка уже скашивается трава под диск а здесь если сегодня по времени успеет мол ну вот что боря к нам который приезжает косить то сегодня если не успеет только завтра ну радует о том что дождей пока на три дня не предвидится и трава это уберется и тогда уже можно будет покрасить детскую площадку привести все в порядок там где ну после этого тогда когда машину на тракторе забирали там повредили лавочку саша все это будет исправлять в общем наводить будем дальше красоту чтоб лицевая сторона дома была красивая ухоженный участок и детская площадка чтобы преобразилась ну а я тут дальше продолжаю конечно наводить порядок первой серии видео вы это уже видели что я здесь это начинала делать а сейчас это продолжаю и уже почти заканчиваю мне осталось немножко где среди цемент она прорастает бывает тяжело вытаскивается но я стараюсь сразу с корневой системой брать чтобы ну через там пару дней опять она не вылезла цыпленок выпал из гнезда не знаю а как его куда теперь дети надо кормить его муж червячков пацаны ищем быстренько червячков давайте червячков а он кушать червячков конечно очень нет а как его взять что это за птичка лапочка ты откуда упала откуда ты упал ты откуда выпал где мамка с папку ребятишки червячка принесли и вот чё-ка будет положи может будет кушать да он ему надо урода кидать я же не дрога его не такие маленькие ложь поменьше ему он должен открыть кусик кусик усин с любой а нюхать он может с крыши выпал там они еще 50 воробей до саж и пищат там маленькие дайте забирайте своего красавец ходе тут командир кричи тоже взлетел звезда ты звезда не успела заснять как он голосит хозяин мы тут с ярославом горох чистим дай русенька чистим горох он уже начали конечно мелкого много попадается ну ничего работаем да донечка скосили нам люцерну вот такие под диск подсохнет и на сено будет еще нам сказали что лицерна еще подрастет и покос вообще с этого участка еще два раза будет так все скосил нам спасибо ему большое и там вот та часть которая уже соседний идет участок получается с этого стороны он скосил эту сторону мы чуть-чуть попозже попросим его также под диск либо косой скосить потому что все семя этой травы она же все равно падает на этот участок но и как бы все равно его прибрать там немножко надо хотя бы метра три-четыре скосить убрать вот красота любо дорого смотреть прямо аж приятно а травой как пахнет зеленый свежий как бы упал в эту траву и лежал бы ребятишки у нас козочком пошли каролиночка там возле козочек саша там разбирает потому что этот навес стоит и дождь когда идет там очень вообще сильная жижа на не высыхает травой конечно подрос но козочки кушают ходят там тут у них тенечек солнышко им не попадает хорошо они себя здесь чувствуют и саша разбирает для беседки получается шиппер уже хоть это не покупать и поэтому то что есть какой материал он будет делать а там как раз все высохнет все подсохнет солнце будет на ту сторону попадать и не будет там жижон там ходит чуть ли не проваливается подстелил себе там доски каролиночка с бабулечкой гуляют козлику пошли теперь у козочек побыли теперь козлику поближе вам показать вот сейчас саша разбирает эту пристройку все убирает маленьким гвоздодерником ну зато мы у соседей не спрашиваем свой да маленький гвозди вот за реки большие ну а ты помнишь как мы из доски вытаскивали когда нам нужна доска была вытащил я его насквозь просто прохерачил что такое слово говоришь ну это вообще вон видишь прям сквозную вот я показывала с огорода снимала здесь вот постоянно это жижа стоит потому что там все равно же протекает дождь и оно здесь не высыхает сейчас уберем оно будет солнышко здесь все высохнет и на огород вот этот надо будет навозика тут накопать конечно так здесь червячки на рыбалочку много я уже столько нашел столько нашел да ты курочкам скармливаешь больше каролиночка каролиночка ты гулять пришла а где петя петя где ушел петя до гулять буйся бусинка ой ой кто упал тут ой кто упал кто-то тупал айда к маме куда ты пошла папе пойдешь помогать не у папе там грязно мы не пойдем туда осторожно не упади не упади давай я тебе помогу пойдем пойдем дальше погуляем пойдем на огород сходим я тебе клубнички свежие сорву пойдем пойдем помоем ну вот мои дорогие навели порядок надо умываться и ручки но я умылся нет я не делаю как я году ели я тебе ночью помою вот наши курочки феников и да красавчик привет наташа и мирон спасибо большое что вы нас смотрите поддерживаете передаем тебе огромный привет хочу показать тебе пришла специально для тебя на картофельное наше поле и хочу тебе показать какие у нас тут жуки сидят вот не поверишь ничего им не гоже ничего пока не помогает они все равно к нам приходят хоть мы их и стараемся устранить постоянно их убираем сейчас я тебе их покажу на некоторых кустах они все равно еще есть даже когда нам советовали что просыпать золой и с горчичным порошком они вот все равно сидят вот у нас сейчас утро я пришла тебе показать и пойду сейчас их удалять убирать собирать их опять в пакет вот они сидят вкусная наверное у нас картофель не хотят они от нас уходить ничего им не помогает здесь этот кустик они уже видишь съели какие шустрые и на этом кусту тоже а здесь уже цветет мы обрадовались что три дня не будет дождя нам только скосили получается на сено люцерну а здесь у нас такие темные тучи плохо что телефон так конечно не передает кажется все светло мы зашли домой уже приняли душ вот маленечко видно что темно это черные тучи так сфокусируемся камера интересно гроза тоже будет иначе я буду опять под диваном сидеть и одеялом прикрываться как всегда я это делаю лезь в наш новый погреб в наш новый погреб этот навели порядок сегодня подмели на что без камеры во навели порядок подмели конечно не до конца все доделали так кнопочка ютуба тоже еще пока не дорисовали все остальные там ты чё меня толкаешь толкает меня саша тут во вкус вошел пока олечка у нас была занята он взял зарисовал цветок теперь олечка будет за ним исправлять никакую другую краску я туда не стала ничего делать мы купим синюю краску и докрасим читала я в комментариях о том что красные ставни ну я имею ввиду как как они боковины то сейчас подойду покажу что я вот эти вот бока получается красным сделала это чисто не от того что краски красные много а от того что хотела немного выразить я тут кое-что придумала конечно когда саша сделает фундамент и что здесь поставить и поэтому там нужно присутствие красного цвета яркого такого а как дальше получится мы чуть позже покажем а от саша ходит за мной то я уже после душа саша еще не ходил не покажи меня и лохмат ну и что лохматы вчера нам скосили на заднем дворе участка люцерну сегодня рано утром борис у нас пять начала шестого утра скосил нам этот участок потому что вчера по времени он не успевал а так как у него тоже были ну на время как бы заказы заявки поэтому вот он распределил чтобы всем было удобно потому что трава после дождей растет очень быстро естественно большое количество людей просят о том чтобы скосить вот здесь он нам все скосил там вот у детей лежит салафан то что они строили себе там шалаш это мы сейчас все будем убирать все это в мешке упакую если что-то хорошее какая-то клеенка то я аккуратно сверну укладу и может куда-нибудь пригодится она вот эту сторону он все полностью нам почистил потому что мы будем здесь сейчас все выгребать разгребать и будем приводить детскую площадку в порядок качелю опять надломилась вот этот крепеж который вкручивается в деревяшку не знаю почему такие попадаются сначала с одной стороны надломился потом со второй стороны у нас еще одна есть запасе как то другие поискали нету есть поменьше побольше размеров нету но так как мы сейчас без транспорта поэтому далеко никуда не съездишь и нигде такую детальку не найдешь такой крючок здесь тоже все заросло песочницу саша будет переделывать это узенька который вот нам в интернете показывали который так открывается как крышечка делается раз а потом сиденье получается скамейка ну вот будем думать как бы доски мы собираем складываем откуда где находятся они так что что нибудь придумаем эта сторона у нас еще участка не скошена тоже сказал Борис о том что как время свободно появится в течение сегодняшнего дня может быть после пяти часов вечера он приедет нам всю вот этот участок полностью скосит и будет чистенький двор вот рано утром потому что он говорит в жару работать очень тяжело и он рано мы тоже проснулись слышим завелся косилка завелась ну как она господи как она называется триммер завелась мы с Сашей тоже встали проснулись вышли посмотрели остальное там все какие-то палки все эти забор надо помыть то что травой все налетело все это вымоется уберется ну главное что высокая трава не стоит уже вот солнышко она начинает подсыхать здесь вот вчера показывала вам ну вы уже видео увидели это было вчерашнее вечерешнее видео о том что у нас были такие тучи мы зашли домой началась гроза прям сверкала очень-очень сильно я боюсь грозу гром был очень-очень сильный дождь хороший вообще пролил хороший хотя вот мы по погоде как бы смотрим на телефоне например показывать там по часам будет дождь циклон вообще на телефоне ничего этого не было никакого циклона никакого дождя но он у нас был пролил прям очень-очень хорош а мы еще вечером до этого пролили огород ну все а Саша говорит смотри говорит и тучи идут ну может стороной пройдут мы так еще подумали подумали но нет я только для вас записала видео которое вы уже увидели как он дал дал как молния начала сверкать дома все прямо освещалось конечно мы с электроприборов подключали потому что у нас уже был такой опыт в Омской области когда мы не выключили с электросетей приборы и некоторые у нас как бы сгорели поэтому сейчас уже на нашем опыте который с нами происходил мы уже так делаем все выключаем с резеток ну мы продолжаем дальше наводить на улице в порядок Саша сейчас занимается приготовлением всех материалов которые ему нужно будет для беседки ну а я ему уже так помогаю приготовила гороховый суп ребятишек уже накормили и начинаем хозяйничать по двору но это вы уже увидите в следующем ролике в этом я вам хочу сказать огромное вам спасибо за вашу колоссальную поддержку за добрые советы за пожелания всего вам самое наилучшее сегодня еще святой такой большой праздник вас от всей души поздравляем от всей нашей большой семьи всего самого наилучшего самое главное крепкого здоровья мира добра благополучия мы вас любим обнимаем увидимся мы с вами уже совсем-совсем скоро до новых встреч пока-пока всем пока пока